Ток-шоу Сергея Зацепина. Будь в центре событий. Ток-шоу Сергея Зацепина. Будь в центре событий. О том, что происходило на протяжении трёх месяцев и какова динамика развития событий, вот об этом и поговорим. Ну, Сергей, действительно, сегодня для нас очень драматическая дата, для всех украинцев, потому что каждый человек вспоминает утро 24 февраля, это ужасное утро, это практически ночь. У кого 4 утра, у кого 4.30, где-то 5, у кого-то в начале 6.00, вот в зависимости от населённого пункта, или это Киев, или это Харьков, или это Одесса, или это под Киевом, вот эти все областные центры Чернигов, Сумы, они первыми приняли на себя удар. Люди проснулись от того, что гремело, пылало, полыхало, что-то в воздухе разрывалось, кто-то понял, кто-то не понял, что произошло. Но вскочили все, кинулись к окнам, и все увидели зарево. И это было не зарево какого-то бытового пожара, это было зарево вот этой нашей страшной войны, которая вот уже длится 3 месяца. И мы очень, к сожалению, многое за это время узнали. Мы узнали, что такое фашизм в его современных формах, изменилась только форма, исключительно форма военных. По сути, всё осталось то же самое, как это правильно сказать, осталась суть. Суть такова – убить жизнь, забрать жизнь. За что, почему, неизвестно. Ну вот вроде какая-то декоммунизация, денационализация, демилитаризация. Вот эти бесконечные какие-то идиотские, депридуманные какими-то идиотами где-то, то ли в Кремле, то ли ещё где-то. И вот из-за этого всего намотали это всё на мозги сначала одному человеку, потом дождём это вылили на головы миллионов русских граждан на протяжении 20 лет, им лили этот дождь. Ну и вот случилось 24 февраля, и всё началось. Уже буквально через 2-3 дня начали погибать мирные жители вот там под Киевом. И, в общем, получилось так, что мир, который не очень знал весь сегодняшний мир, не очень понимал, где находится Киев, вдруг все узнали, где находится Буча, Ирпень, Гастомель, Оболонь, Бородянка, ну и так дальше. К сожалению, ещё добавился этот список, потому что где сейчас оккупированы территории, к сожалению, в Запорожской области, в Херсонской области, уже говорят, там тоже есть новые Бучи, к сожалению. Это трагедия. И, в общем, скажу вам, что мы все находимся сейчас, что называется, в пути. В прямом смысле слова, потому что пришлось уехать из своего дома, из своего мира. У всех начались потери. Кто-то теряет родных, кто-то теряет знакомых, кто-то теряет знакомых, родных и так дальше. Я, честно вам скажу, я даже не представляла, что такое возможно, я уже достаточно живу на этом белом свете, я не представляла, что в 21 веке, в наше такое современное и такое динамичное время, и в такой мир, ну, в общем-то, определённо живущий по определённым законам, возможно, вот вломиться вот так и начать убивать людей, детей, насиловать женщин. Ну, в общем, все эти кошмары я не буду перечислять, потому что это просто кошмары. Что касательно Украины, то, в общем, Украина за это время действительно стала известной в мире, к сожалению, своей трагедией и своей драмой. Но мы очень миру признательны, потому что нам очень многие страны открыли двери для украинцев, потому что мы бежали с этого пожара и от смерти. И нам открыли двери, нам помогает весь мир, и слава Богу, что нам помогают оружием. А украинцы показали мужество и храбрость такие, что мы просим не дать нам там Нобелевскую премию или что-то, дайте нам оружие, дайте нам оружие, мы сами разберёмся, мы их повалим, мы не пустим врага на нашу землю. В общем, пока мы храбро боремся. А как-то ситуация поменялась за прошедшие три месяца, вот начиная с 24 февраля, там, в первые дни войны, как-то было, наверное, не очень были готовы, Украина не очень была готова к этому. А ситуация как-то поменялась? Да, к сожалению, Украина была не очень готова, потому что, ну, по очень многим причинам, мы не будем их сейчас анализировать, я думаю, военные аналитики и просто аналитики много об этом говорили, ещё будут об этом говорить, придёт время. Сейчас, я считаю, лучше говорить о том, что происходит в реальном времени. И, конечно, ситуация категорически изменилась, потому что первый месяц, ну, надо признать правду, весь мир наблюдал, что будет происходить. Мы знаем, что зарубежные аналитики, американские и британские, они говорили о том, что, по всей видимости, Украина продержится 72 часа. Это говорили и Путину, и это были такие донесения разведок, и таким образом, в общем, выглядело всё вроде правдоподобно, что Украина настолько не готова, что вот так это всё будет происходить. На самом деле произошло всё совершенно по-другому. Украинцы боролись, боролись мужественно. Я прошу прощения, камера отключилась у вас почему-то. Упс. Ну вот. Ну вот так. Ну что ж, попробуем, попробуем вновь соединиться, может быть. Сейчас исправим ситуацию. Алло. Технические пометки. Да, Сергей, я вас люблю, вы прекрасно. Камера в какой-то момент отключилась, а потом и интернет. Всё, всё вернулись. Секунду. Девочки, позвоните ему, чтобы он мне... Всё нормально, да. Попросила помощников. Вновь. Так вот, Сергей, всё было очень критично. И, в общем, все были настроены так, что, в общем, наверное, разворот будет вот такой, и счёт будет идти на часы. Но украинские вооружённые силы и украинский народ показал такой пример сопротивления, что и 72 часа прошло, и прошло ещё 72 часа, и ещё прошли часы, и прошли недели. Первая неделя, вторая, третья. Ну и где-то через месяц мир понял, что Украина стоит, Украина может выстоять. А, как известно, ещё через два месяца был Рамштайн. Я имею в виду вот это заседание на базе Рамштайн в Германии, где собрались министры вооружённых сил более 40 стран мира и под председательством как раз американского министра вооружённых сил и под председательством главы НАТО. И было решено, что Украине было принято такое, я считаю, что это было поворотное решение, помогать Украине. И, слава богу, с этого момента мы начали получать уже вооружение в том количестве, того качества и той необходимости, которая необходима для того, чтобы Украина могла сопротивляться, на равных. Вот начались наши уже и контрнаступления, хотя это такие более тактические операции, но я думаю, что ввиду последних, слава богу, ленд-лиз и последние вот эти договора, которые подписаны в первую очередь с вашей страной об вооружении, я думаю, дадут возможность в очень многих точках вооружённым силам Украины перейти в наступление. Ну, я думаю, что главное, это мне всё-таки кажется, что главное, я не военный эксперт, и вы знаете, давать военным советы это самое глупое дело, но мне кажется, что первое, что будут, за что будут держаться, это, конечно, Донецкая область и вот эта вот вся линия на востоке, и я думаю, будут попытки освободить Херсонскую область. Ну, по крайней мере, перейти в контрнаступление хотя бы. Вы упомянули первые месяцы, я помню не только аналитики, наши ответственные, так сказать, лица в Пентагоне, и генерал Мелли, и Остин, министр обороны, заявляли о том, что это сначала 48 часов, потом 72 часа давали, но потом Мелли сказал, что это может продлиться годы. И... Они все сошли с ума. Вот, что значит продлиться годы? Опять у вас выключили, нормально всё. Продлиться годы, и это меня как-то напрягло. То есть, что значит продлиться годы? Это такая... Я, честно говоря, не очень понимаю, что это за стратегия такая. Я, Сергей, думаю, года это не будет, потому что и у России тоже нету... Всё-таки мы не должны забывать о тех экономических санкциях, которые были применены, которые работают. И на сегодняшний день Россия... Ну, все это отмечают. Все эксперты, все экономисты, все специалисты и сами русские о том, что они говорят, что Россия уже не та, которая была 3 месяца, 4 месяца назад. И стоять годами у неё уже тоже нету ни сил, ни мощности, ни людей. И войско настолько деморализовано, потому что очень многие люди задаются вопросом, а зачем? Вот вы знаете, буквально позавчера завершилось судебное заседание, первое судебное заседание прошло в украинском суде по делу русского солдата Вадима Шишимарина. Вы, наверное, слышали о том, что это первый прецедент, поэтому много об этом говорилось. Это солдат, который убил мирного жителя в Сумской области, в селе Чупаховка. Человек ехал на велосипеде, он взял его, застрелил. Все видели это фото, велосипед лежит какой-то человек. Вот этот человек ехал, как рассказывает его жена, он ехал за лекарствами, возвращался уже, уехал за лекарствами и возвращался домой. Так вот, солдат, который его убил, он через два дня сдался в плен. Ему 21 год. Он совершенно, я так понимаю, не понимает, что с ним произошло. Он получил пожизненное заключение. Но я просто хочу привести этот пример, как пример того, что даже вот такие молодые, неопытные ребята, которые были брошены вот в этот весь котел, в этот замес страшный, они даже понимают, что и каются, он раскаивается, этот мальчик. Господи, этот несчастный ребенок, 21 год ему, он сидит за решеткой и говорит, я выполнил команду, потому что мой командир мне сказал, стреляй, и я должен был выстрелить. После этого он ушел и сдался в плен. Поэтому я просто хочу сказать, что и среди военных, и такого простого низшего звена, и среди, я думаю, все-таки русского офицерского, такого уже высшего звена командного, я думаю, тоже люди задают себе вопросы. Ну не все же идиоты и убийцы, вы понимаете? Ну не все же срывают унитазы и насилуют женщин. Поэтому я думаю, что настроение там самое разное, и я не верю в то, что это может растянуться на годы. Не верю. Мне говорят, что Украина с каждым днем все больше и больше готова к отпору, и я думаю, что развязка будет, ну, я думаю, где-то в пределах полугода. Я так себе думаю. Окей. Ну вот эти поводы, которые обозначил Путин, денационализация, демилитаризация, мы понимаем, что это все, так сказать, для красного словца, оно не имеет ничего общего с истинными целями. Но вы наверняка и сами думали, и наверняка слышали варианты, или, так скажем, рассуждения аналитиков, что послужило реальной причиной, что послужило реальной причиной этого вторжения. Думали об этом? Я думала. И думаю до сих пор об этом. И мне трудно с этим смириться, но я все больше, к сожалению, убеждаюсь, чем больше я читаю на эту тему, чем больше я в этом разбираюсь, я, к сожалению, должна признать, что для такого человека, как Путин, это, знаете, Сергей, распад Советского Союза, это личная трагедия. И он хотел бы вернуть все назад, вернуть в тех границах, в которых это было в Советском Союзе. И он убежден в том, что мир, как говорится, расслабленный демократией, он будет реагировать на это очень сонно и очень медленно. И в этом был его расчет. Потому что когда он валился в Грузию, ну что ему за это было? Да ничего ему не было. Когда он начал войну в 2014 году, ведь он же начал войну против Украины в 2014 году, правда же? Это же никакие не ополченцы донецкие или донбасские поднялись. Это была в чистом виде военная операция под названием «Война». Так вот, когда он это совершил все в 2014 году, да, санкции начали работать, они работали. Но это уже были такие, знаете, укусы для него. Но то, что сейчас, это просто асфальтный каток. Это асфальтный каток, который растращит русскую экономику, уничтожит очень многие те, я имею в виду экономические, такие подоплеку экономическую, благодаря которой Россия, как на дрожжах, богатела все эти годы, ну, мы, я не знаю, говорили, по-моему, в прошлый раз с вами, что Россия ежедневно получала 1 миллиард долларов США за продажу своих газа, нефти и других полезных ископаемых за последние, там, ну, я не знаю, 10-15 лет. Но вы представляете, какие средства накопила эта страна? От 800 долларов до миллиарда в сутки. То есть в сутки Россия получала вот такие деньги. Конечно, они сошли там с ума все от того, что вот такие они непобедимые, вот такие они, классные парни. И я думаю, что вот это, знаете, базово в голове сидит о том, что я хочу войти в историю как собиратель земель русских, как человек, который восстановил СССР, вот эту мощную, значит, как ему представлялось, наверное, сильную страну. Вот, на самом деле, никакую не мощную, никакую не сильную, это было очередное чучело посмешище. Точно так, как сейчас, во что превращается Россия. Мы видели эту армию, мы видели этих военных, мы видели это вооружение, мы вот это все видели. Это, знаете, очень часто потемкинские деревни, как говорится. Так вот, и я думаю, что вот это было навеяно его пониманием реальности, и ему удалось, ему удалось засеять в головы всего русского народа вот это вот понимание того, что Россия великая, а все вокруг ничтожества. И мы этим ничтожеством должны показать свою силу. Возникло вот это вот, знаете, такое выражение, русские люди, русский народ, великая Россия. Вот это все наворачивалось, наворачивалось эти последние 20 лет, потому что телевидение принадлежало ему. Вы же знаете, одна из первых карательных его операций в России – это уничтожение НТВ. Это телеканал, который был немножко на другой платформе. Он был, он такой был, ну, не оппозиционный, но, во всяком случае, это было другое телевидение. Оно не подчинялось так однозначно ему, его кремлевским этим писакам, которые там спускали инструкции. Вот, и поэтому он их уничтожил, и все, что у него осталось, это канал Первый и канал Россия, прекрасно 20 лет занимались тем, что рассказывали своим зрителям о том, что мы великие, мы прекрасные, мы большие, мы главные, все остальные посмешище. Главное посмешище – это, конечно же, Америка. Вот эти бесконечные, задорные их анекдоты, и вот это все, все эти рассказы по пять раз в неделю на всех каналах, понимаете, о том, что как это смешно и как это ничтожно. Ну, и вот, пожалуйста, это все закончилось тем, что народ как бы поверил вот в это все, а он этим всем воспользовался. Ну, и я думаю, конечно, еще его дезинформировали, его вот эта вся братва, которая там вокруг него, этот весь кооператив озера из Ленинграда, он привез с собой, вы же, как знаете, их поназначал на должности и на отрасли. Вот. Так вот эти люди, конечно, они его дезинформировали. Они в какой-то момент перестали ему говорить правду, и он, как говорила Меркель в 2014 году, Владимир не в реальности. Вы абсолютно правы, когда говорите о санкциях. Так, безусловно, они, последствия имеют место быть после санкций. Но с другой стороны, за минувший период Россия заработала рекордную сумму на продаже нефти и газа, 96 миллиардов долларов. Это рекордная сумма. То есть, с одной стороны, санкции, а с другой стороны, цены на углеводороды выросли настолько, что это позволило им заработать рекордную сумму денег, что позволило им, так сказать, так или иначе вести вот эти военные действия. Я не знаю, как это будет дальше. Сейчас вроде Китай увеличивает по закупке нефти в России, а Финляндию они отрезали от газа. То есть, безусловно, санкции работают. Отрасли, по сути дела, были настолько интегрированы. Я не знаю, даже производство какого-то отечественного оборудования, оно все равно так или иначе было связано с поставками каких-то запчастей из других стран и так далее. На самом деле, мы тоже это здесь ощущаем, к сожалению. Ну да, надо отдать должное всем, потому что ощущают все, но никто не ропчет. Я так понимаю, что все говорят о том, что надо сейчас помочь Украине и победить это зло. Это то, что происходит на этот момент, абсолютно, вы абсолютно правы. Но, к сожалению, с нарастанием каких-то проблем на Западе, я боюсь, я боюсь и, наверное, не безосновательно, что проблемы на Западе будут нарастать, а ведь средний американец представления зеленого не имеет, где находится Украина. И тогда, ну, он смотрит телевизор, там говорят, что вот это, показали кадры. Он отреал, американцы, я буду про американцев говорить, я не буду говорить про Европу. Люди эмоциональные, очень такие passionate и сопереживающие. И, конечно, откликнулись не только русскоговорящие, украинцы и так далее. Нет, чисто американцы. Но по мере нарастания внутренних проблем, я боюсь, что вот это сострадание, оно начнет постепенно сокращаться, потому что внутренние проблемы нарастают. К сожалению, администрация совершенно бестолковая и даже не бестолковая, нет. У нас цены на бензин, которые сейчас, цены на бензин, цены на продукты питания, там дефицит молочных смесей для детей, у нас начинаются трагедии, потому что, скажем, в Вискансине уже дети поступают в госпиталь, потому что матери пытаются заменить те смеси, которые они использовали, их нет. Чем-то другим дети начинают, там у кого реакция аллергическая, у кого еще что-то. То есть эти проблемы нарастают. Конечно. И я боюсь, что, так сказать, люди, которые испытывают такие проблемы, столкнувшись, ну, вы представляете, вы мама и ваш ребенок, потому что администрация ведет политику такую, ваш ребенок страдает и чуть ли не погибает от действия администрации. И я боюсь, что вот это вот сострадание, оно начнет постепенно снижаться. Не могут долго люди, так сказать, испытывая сами проблемы. Конечно, не сравнивать, я не пытаюсь сравнить трагедию, которая происходит в Украине. Там действительно люди страдают, гибнут и так далее. Нет, но и фон другой, другой фон для, скажем, для среднего американца, который не знает, где находится Украина, который сопереживал, сочувствовал, оказывал какую-то помощь, вдруг понимает, что ему жить становится невозможно, потому что, ну, невозможно, доходы не растут, стоимость жизни выросла и так далее. И я боюсь, что у него приоритеты поменяются. Да, и поэтому так долго не надо затягивать эту всю историю. Я думаю, все это понимают, потому что человеческое терпение, оно тоже небеспредельно. И мне очень хочется верить в то, что Украина не останется наедине с этим горем и с этой проблемой. Но мне все-таки кажется, что нужно как-то реагировать быстрее и принимать решения быстрее. И в основном в каких-то таких вопросах, которые на сегодня очень важны и которые на сегодняшний день решают ход событий, по крайней мере, на военном театре, это все должно происходить динамично. Пока это все происходит именно так, но все равно, знаете, у военных же у них своя логика. Что-то надо выждать, что-то подпустить, что-то отпустить, что-то еще как-то. На это идут время, месяцы. Мы тоже ведь думали, что это все закончится там две недели, три недели, говорили. Говорили месяц. Сейчас уже все понимают, что так быстро это все не закончится, потому что это все расползается. Знаете, как, я не знаю, как такая история какая-то, она обретает уже такие контуры какой-то такой бесконечности. Затянувшийся. Ну, есть объективные, безусловно, объективные причины, скажем. И даже то вооружение, которое поставляется, требуется время, чтобы его поставить, требуется время, чтобы обучить персонал, который может оперировать этим вооружением. Это не Берданцы, который нажал на курорт. Да, оно же не входит в готовом виде. Надо собрать, надо поставить, надо обучить, надо показать. Все эффективно. Наши военные уже все это отмечают. Очень эффективно с этим всем обращаются, оружием им пользуются. Это все работает. Но все равно на это все надо время. Я, конечно, понимаю, что всем тяжело, но я думаю, что люди все-таки, мы все люди. И я очень надеюсь, что человеческая доброта, человеческое сердце, оно все-таки, ну, должны люди как-то на это реагировать и откликаться. Может, я идеалистка, но другого же варианта нет, Сергей. Ну, правда же. Ну, абсолютно. Не, ну, на самом деле так и произошло. Весь мир откликнулся в основном. И люди разных национальностей у нас здесь. И мы приняли участие в благотворительности и в поддержке. И это безусловно так, потому что трагедия не должна быть, так сказать, остаться без внимания. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. Давайте. У нас обязательства перед нашими рекламодателями. И потом, если вы не возражаете, мы можем принять звонки, потому что на протяжении первого сегмента были попытки многочисленные дозвониться, если вы не возражаете. Не возражаю, конечно. Хорошо, друзья. 847-400-5200, телефон нашей студии, но уже после рекламы. Продолжаем нашу программу. Напомню, сегодня со мной в эфире Валентина Руденко, советник президента Ющенко. И телефон в студии 847-400-5200, если у вас есть вопросы или комментарии. Сергей, я в развитии или в завершении, правильно сказать, нашего разговора о том, что война – это тяжело не только Украине, а и тяжело всем странам, поддерживающим ее. Приходится во многом себя отказывать. Я имею в виду тем странам, которые поддерживают нас. Я хочу сказать сейчас о том, что Украина, она, кроме всего прочего, что мы, конечно, воюем за себя, за свою территорию, за своих людей, но мы же все-таки демократическая страна. И ведь от того, если Украина в этом всем победит и Украина выстоит, мир тоже выстоит, и мир будет тоже безопаснее. Потому что если Украина упадет, знаете, как последняя баррикада, то вот это все чудище, орда это, поползет это все в Европу. И мы не знаем, чем дело может закончиться. Потому что тут такая история. Они же ведь планировали не останавливаться на Украине, а не остановились на Украине, потому что они об нее зубы сломали. Это тоже надо признать за эти три месяца. Безусловно, при помощи партнеров, безусловно, я имею в виду при помощи Украине. Украина дала ему по зубам этому всему войску и его предводителю. И на сегодняшний день то, что все-таки вот американский журнал «Таймс» признал нашего президента самым влиятельным человеком мира на сегодняшний день, это говорит о том, что то, что мы делаем, то, что мы все вместе делаем, сообща делаем, это правильно и правда на нашей стороне. И победа будет за нами. Абсолютно трудно переоценить мужество украинских воинов, украинского народа, потому что те, кто являются вашими партнерами, и мы в том числе, а я имею в виду нашу страну, на самом деле первоначально отнеслись к этому... В общем, вы сами знаете, может быть, вслух вам не хочется об этом говорить, но на самом деле, по большому счету, сдали Украину, и Украина самостоятельно на своей воле выстояла, и только после этого западные страны пересмотрели свои отношения и приняли какие-то решения. Давайте уже смотреть правде в глаза. И то, что я говорил сейчас о проблемах, с которыми сталкивается Запад, это не потому, что в Украине проходит война. Эти проблемы, как бы, они нарастали сами по себе до войны. Я не имел в виду, что из-за того, что мы помогаем Украине, там, Запад помогает Украине, Запад испытывает... Нет, ни в коем случае. Запад сам себя с какими-то идеями совершенно фантастическими начал топить, безотносительно того, что мы помогаем Украине. Я не имел в виду, что Украина является причиной, там, скажем, проблем на Западе. Нет, ну, что касается цен на бензин, это не потому, что Путин вторгся в Украину, цены на бензин поднялись. Хотя это сыграло свою роль в последующем, так или иначе. Но цены на бензин поднялись в первый день, когда наш президент принял присягу, и в первый же день, когда он подписал исполнительный указ о запрете строительства там нефтепровода из Канады. С этого момента цены пошли вверх, а потом еще последующие действия привели к тому, что цены еще больше пошли. Это до того момента, когда Россия вторглась в Украину. Понимаете, так что я не имел в виду, что Украина является причиной наших внутренних бед. Нет, это наша администрация, это наши внутренние беды от наших внутренних политиков. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, добрый день. Вот здесь, в Чикаго, есть украинская радиостанция, и ведущий этой радиостанции, он является главным редактором здесь местной украинской газеты. Он, мягко говоря, поливает Зеленского, как только может. И из всего его выходит, что вот Зеленский для него ни скоб и ни меньше враг, чем Путин. Так вот, у меня такой вопрос. Как украинский народ, украинские люди, не военные, а именно обычные люди, потому что называется парасичные украинцы, как они относятся к тому, насколько Зеленского считают виноватым в том, что происходит, и насколько украинцы вообще сейчас готовы выдержать все, что происходит. Потому что, знаете, правильно говорили, вот Россия, да, эти санкции, все это обедняет, но мы ведь жили в Советском Союзе, мы видели, какая там была жизнь. Но, тем не менее, народ жил, терпел, привык и все. И российский народ сейчас намного больше, мне кажется, готов выдержать все, что происходит, чем народ украинский. Потому что Россию не бомбят еще, Россию еще никто не тронул, они этого еще не почувствовали. И поддержка Путина, как бы там ни говорили, ой, это очень много, но это как бы реально, да, его поддерживает огромное количество именно российского населения. Вот насколько у Зеленского такая же поддержка украинского народа сейчас, и как украинский народ переживает все, что происходит? Не слышу. Да, я думаю, что вопрос хороший, спасибо. Я скажу, что социология показывает, что у Зеленского высокий уровень поддержки, более 70%, и, в общем, я верю этой социологии. Но я просто хочу сказать, еще кроме всего, вот лично я, я поддерживаю его во всех действиях. Другое дело, что на сегодняшний день важно понимать, что не президент ведет общество за собой, а общество настолько ведет себя героически, настолько стоически, настолько мужественно ведет себя украинская армия, что они требуют от президента мужества, стоицизма, и, если хотите, он такой, в общем, в какой-то мере камикадзе. Понимаете? Поэтому у него, конечно, поддержка сегодня высокая в украинском обществе. И что там говорит украинское радио в Чикаго? Знаете, когда я работала с президентом действующим тогда, Ющенко, вот это украинское радио поддерживало Юлию Тимошенко. Давайте мы не будем говорить, кто такая Юлия Тимошенко. Потом они все сказали, что они не разобрались. И украинская диаспора в том числе. Они очень ее поддерживали, принимали тогда, и очень критиковали Ющенко. Наверное, власть надо критиковать. И реального президента критиковать это правильно, потому что мы имеем право, и мы для того ее избирали, для того, чтобы она обслуживала и выполняла гарантии, давала нам и выполняла Конституцию и так дальше, и так дальше. Но на сегодняшний день, если говорить о Зеленском, очень важное понимание, что не он ведет общество за собой, а наш нынешний президент идет за тем, что требует общество. А общество требует от него быть вот этим вот Прометеем. Понимаете? Я не буду впадать в пафос, но в принципе это так и выглядит. Потому что он своим примером 26 числа, когда всем украинцам было во всех наших украинских СМИ объявлено о том, что президенту предлагают эвакуироваться, потому что ситуация очень критическая. И он сказал нет. Вот для меня, как для украинки, и для человека, который находился в этот момент в стране, и находился буквально в 500 метрах от администрации, я живу в Киеве в центре, то, что он сказал нет, я тоже сказала нет. Абсолютно. И я никуда не поехала. Это очень важно. Понимаете? В тот момент это было очень важно. И вот это его решение, я считаю, что вот такие его шаги очень мужественные. Вот эти все выступления перед всеми парламентами мира. Я считаю, вот это даже три дня назад его выступление, или четыре дня назад перед Каннским фестивалем, где он говорил вроде как бы о кино и об искусстве, но как ему аплодировали стоя. А там же были все селебритис мировые, все, понимаете? Ну, в общем, и Таймс, вот сегодняшний или там вчерашний, тоже об этом говорит. На сегодняшний день он, конечно, лидер, безусловно. Понятно. Сейчас мы примем ваш звонок. Одну секундочку, просто Валентина напомнила мне тот период, когда избирался президент Ющенко и Тимошенко, и когда мы в своем эфире, я позволил себе, и мой собеседник позволил себе критически высказаться в отношении Юлии Тимошенко, наше радио было подвергнуто бойкоту и атаке такой плотной. Конечно. Она была любимец. Да. А теперь они говорят, мы ошиблись. Вы мне сейчас напомнили. Вы мне сейчас напомнили. Ой, не разобрались. Более прорусского политика, чем Юлия Тимошенко, вообще в украинской истории, ну, может, еще были. Ну, я имею в виду за последние 30 независимых лет. Может, еще кого-то можно найти, но она точно лидер. Про русского направления. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, спасибо, что подождали. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я не сначала слушаю, возможно, вы уже освещали этот вопрос, тогда не надо ничего отвечать. Но если нет, скажите, пожалуйста, а что это за движение такое с Польшей, когда они признаются какими-то правомочными в расследовании, в полиции, в избираниях? Что это за движение? Для чего это сделано? Я не поняла вопрос. Могли бы вы пояснить? Зеленский обнимался с Дудой в Раде и признала, что, ну, в общем, Польша получила какие-то очень большие привилегии в Украине. Для чего это сделано? Вы знаете, Польша действительно партнер Украины. И в нынешней ситуации Польша приняла около 4 миллионов украинских беженцев, или там около, даже больше того, говорят, уже около пяти. И, безусловно, президент Дуда, который приехал в Украину и сказал о том, что Украина, знай, граница Польши для тебя открыта, и в случае каких-то вот таких вот ситуаций экстремальных, вот как сейчас война, пожалуйста, мы воспримем, мы вас обогреем, мы поделимся последними. Собственно, об этом говорил Дуда в парламенте. И то, что я видела, и то, что было на поверхности, это речь шла о том, что это был визит дружественного президента. Кстати, первый визит президента за время войны, потому что были премьер-министры, были сенаторы, были еще просто министры, но вот президент приехал к нам первый. И мы за это ему очень благодарны. Лично я, как украинка, благодарна польскому президенту за все то, что они сделали для моего народа, и за то, что продолжают делать. Вот какие-то, как вы говорите, там у них были объятия, или там какие-то доверительные, вот что-то ему там доверили, я про это ничего не знаю. Мне кажется, что это какие-то, может, домыслы какой-то политической журналистики или что. Потому что я не увидела в этом ничего, никаких особых преференций в ответ на то, что поляки будут принимать участие в каких-то, условно говоря, государственных и государственно-творче... как это, в государственном строительстве. Я ничего про это не знаю. — Где-то я наткнулся на какую-то информацию, но это, опять же, было в интернете, поэтому не всему тому, что видишь в интернете, можно верить. Но по поводу, по-моему, таможни, там шел разговор, какие-то образы интегрироваться, что-то такое. Я не разбирался, я мельком пробежал, просто увидел, можно сказать, заголовок только увидел. Хорошо, следующий звонок, добрый день, пожалуйста. — Здравствуйте большое. Спасибо, что приняли звонок. Я хотела спросить, вот вы как-то... Ну, я немножко должна была отличие, если я не слышала. Вы обсуждали в начальной, в первой половине, почему говорят, что так надолго может быть растянута война, что говорят, что это будет дольше. Дело в том, что... Ну, как я вот это представляю, что сейчас, ну, как бы немножко уже паритет в вооружении, но еще не во всех... И самое главное, что агрессор имеет возможность концентрировать войска на каком-то направлении, а Украина не может, потому что неизвестно, какой он в следующий момент начнет атаку и может задействовать войска с Белоруссией, и вообще неизвестно, что им в голову взбредет. И поэтому очень трудно удерживать их. И вы понимаете, не получается никак в контратаке, ну, контрнаступление начать, потому что, вот смотрите, сколько они уже захватили Донбасс, это же какой-то кошмар. И каждая страна, вот в Италии, вроде бы приняли уже решение давать тяжелое вооружение. Тут вмешался этот Берлускони, лучший друг агрессора этого Путина, и все, они уже не... Нет бы не можем, это будет акселерейшн этого войны, военных действий. А то, что акселерейшн со стороны агрессора, это нормально. А вот со стороны Украины не должно быть акселерейшн. Вот поэтому, мне кажется, и сказали вот эти, которые предсказывают очень длительные события, по-моему, вот из-за этого и говорят, что будет на несколько лет. Но я все-таки надеюсь, что проснется у них здравый смысл, у этих правителей европейских, и они поймут, что надо дать вооружение, потому что нельзя допускать, чтобы такое количество украинцев погибало, и неизвестно за что. Спасибо большое. Спасибо за Ваш вопрос. Это правда. И украинские вооруженные силы, и командующие вооруженными силами, вот Валерий Залужный, который тоже попал в список ста влиятельных людей мира по версии «Таймс», он тоже говорит все время о том, что мы очень дорожим жизнью каждого нашего солдата, и мы не можем бросать тысячи людей. Вот буквально вчера была пресс-конференция, на которой наш президент отвечал на вопрос журналистов по поводу Крыма. Как мы будем освобождать Крым? Он сказал, что на сегодняшний день военным способом это очень тяжело сделать, потому что количество погибнет военных, ну до порядка 50 тысяч, потому что это очень будет тяжёлая операция. Поэтому нужно думать, стоит ли это делать, стоит ли положить столько жизней вот в такой ситуации. Может быть, лучше дождаться каких-то моментов, когда можно будет дипломатическим путём решить этот вопрос. И я абсолютно на его стороне. И поддерживаю эти его слова, потому что эти люди, наши военные, они чьи-то дети, чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья. И поэтому не нужно вот так вот бездумно их бросать. Мы не Россия. Это Путин бросает новобранцев, несчастных этих мальчишек, как вот этот Шишемарин. Понимаете? Они бросают их вот в это пекло. Они дети-срочники. Они совершенно не готовы к этому. У нас нет таких возможностей. Вот и на Донбассе то же самое. Он же бросил туда невероятные какие-то силы, и он бросает всё время фосфорные бомбы. Он, например, установка «Искандер». Вот у нас пока у украинской армии на вооружении аналога установки «Искандер» нет. А «Искандерами» вся Луганская область просто уничтожена. Северодонецк, просто мы его ещё не видели. Но Северодонецк выглядит приблизительно так же, как Мариуполь. Понимаете? Поэтому всё очень сложно. Донецкая область, там немножко легче ситуация. И там действительно наша армия держит оборону. А что касательно Луганской области, там просто катастрофа. Это область, которую превратили просто в кладбище. Там уже нет ни одного целого дома. Я разговаривала сегодня с человеком, который работал там несколько лет губернатором. Вот буквально полчаса до эфира. И он мне сказал, ни одного целого здания там нету в Луганской области. Понимаете? Поэтому и там стоит уже тысячи, десятки тысяч стоят русских военных. И понятно, что против них бросать сейчас напротив наших, нашу армию, я думаю, что главнокомандующие и командующие, они правильно делают, когда они берегут жизнь каждого солдата. Это правда. И они будут искать способы, как с этим бороться. Дальше вот коротко ещё скажу. Вот, например, Одесса. Вот что делать с Чёрным морем? У Украины нет такого флота, который бы мог выйти и быть противопоставлением российскому флоту. Российский флот, понятное дело, с флота, с Чёрного моря, с подводных лодок, атомных подводных лодок, уже идёт обстрел вот этой вот приморской территории Украины. Вот что с этим делать? Как с этим бороться? И как это поборешь за три дня, за месяц, за две недели? Поэтому то, что называются вот такие сроки, это люди сидят и думают, как это всё сделать. Вот когда называются такие сроки, я бы их не стала торопить. Пусть они делают свою работу так, как они считают нужным, потому что это рутинно и методично. Военные действия – это тоже большая рутина, и тут большие знания нужны. Особенно, когда речь идёт вот о такой технике, о таком оружии высокоточном. Не о чем даже говорить. Пусть всё будет так, как они считают. Давайте попробуем принять. Добрый день. Здравствуйте. Я думаю, что всё зависит от Байдена. Если бы он сделал, разрешил добывать нефть и газ, то нефть упала бы до 20 долларов и всё. И не надо, это была бы самая большая санкция против России. Конечно. Вот и всё. Ну, на самом деле, этому трудно возразить, потому что нехватка энергоресурсов ведёт к подорожанию этих энергоресурсов. А у нас были все, так сказать, все возможности для того, чтобы не надо было увеличивать, надо было не отменять то, что уже было сделано, и результат был бы совершенно другой. Потому что, как только я ещё раз повторюсь, и не устану это повторять, в первый же день своего пребывания в Белом доме он подписал кучу исполнительных указов, направленные на уничтожение нефтегазодобывающей промышленности в США, что повлекло за собой колоссальный рост цен на рынке нефтепродуктов. Так уж получилось. Давайте попробуем. Добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я хочу задать вопрос не совсем, может, обычный. Не ожидает ли Китай, что Россия завязнет в войне, ослаблит и ведёт свои войска на Дальний Восток? Как вы думаете о этом поводу? Спасибо. Я думаю, что Китай об этом думает. И я с вами полностью согласна. Китай, он на то и Китай, чтобы так думать. И, конечно, это играет им на руку. И мы ещё будем свидетелями с вами вот этой нового театра военных действий. Это будет Ближний Восток. Там ещё есть Япония. Там очень много интересов. И я думаю, что вот вы правильно мыслите. И, конечно, это было бы вот мне, как украинке сегодня, очень бы этого хотелось. Вы знаете, что... Чтобы Россию очень сильно отвлекли от Украины. Китаю вовсе нет необходимости вводить войска на Дальний Восток. Китай тихой сапой, оккупирует Дальний Восток. Просто вот движением своим. Для этого им не надо воевать. Абсолютно не надо воевать. Российские войска оттуда были переброшены на Запад, чтобы воевать с Украиной. Китай постепенно проникает туда, вливается. То есть без военных действий. Он подчиняет себе. Он использует все ресурсы Дальнего Востока, из Восточной Сибири. Ему не надо для этого воевать. Валентина, к сожалению, времени больше не осталось. Огромное спасибо. Всего самого наилучшего. И надеемся на лучшее. Готовимся. Ну, просто не будет. Во всяком случае, просто... Готовимся к реальности. Надеемся на лучшее. Всего доброго. И вам всего доброго. Спасибо. До свидания.